Приветствую вас. Давайте мы попробуем с вами разобраться с тем, что вы написали. Встретила парня, мне 27 лет, с ним вместе уже 9 месяцев. Вы знаете, вот хотя бы по этой фразе вашей, по тому, как вы ее написали, по тому, как вы ее преподнесли, уже можно рассказать, что есть некая такая, знаете, некая беспорядочность в том, что вы пишете в том, чего вы хотите. Потому что начинаете вы, именно начинаете вы, того, что вы говорите. Встретила парня. Ну, хорошо. Встретили парня. Где вы встретили этого парня? Вопрос. Где вы с ним познакомились? По поводу чего вы с ним стали общаться? Что у вас такого общего там и так далее. Вот. Далее. А к чему вы написали свой возраст? Ну, то есть, для чего вы написали свой возраст? Что у вас было 27 лет. Что вы этим хотели сказать? Что у вас, например, волнует возраст? Вот. Что у вас, например, волнуетесь тем, что вам уже 27 лет, а у вас до сих пор нет семьи, детей и так далее. Далее. С ним есть уже 9 месяцев. Нам очень хорошо друг с другом, мы наслаждаемся нашим общением, но женить будет и пока не рассматриваем. И, возможно, он не готов к этому. Ну, здесь, на мой взгляд, момент такой. Девять месяцев, если мужчина, ну, как минимум, не младше вас, да? Девять месяцев для отношений, это, знаете, не так много, чтобы рассматривать женить и детей. То есть, если вы торопитесь, например, выйти замуж или торопитесь завести ребенка, то этот вопрос к вам. Для чего вам это? Зачем вам это? Почему вы родите ребенка? Почему вы хотите семью? Тем более, тем более, что мужчина к этому не готов и предпочитает просто наслаждаться общением. Как вы относитесь к тому, что он, возможно, еще не готов к этому? Вот. Вы сами, как считаете, он должен быть готов к этому или нет? Смотрите. То есть, если вы считаете, что мужчина должен быть готов к семье, к детям, вот, то вам не подходит этот человек он не для вас, он не даст вам то, чего вы хотели бы. Понимаете? и нужно как следует подумать, прежде чем решать для себя дальнейший вопрос, будете ли вы с ним вообще, ну, вообще, вот будете ли вы вообще с ним дальше, значит, пожить. Значит, какая штука, потому что, если у вас разные взгляды отношения, на отношениях, то мужчине нужен стимул, мужчине нужен стимул для того, чтобы, чтобы, ну, чтобы на вас жениться, стимула А вы, вероятно, ему этого стимула не даёте. Как-то. И отсюда происходит ступор, вот именно ступор ваших отношений, и вы не получаете того, чего хотите от мужчин. То есть, непонятно, ваше желание, ваша позиция, то есть, что мешает вам сейчас наслаждаться общением и, как бы, сближаться с человеком, если вам хочется действительно отношений серьезных. Если вы допустим хотите семью, или вы считаете, что уже пора, ну, пора создавать семью, да, вы можете так считать в принципе, то здесь, опять же, есть тонкость такая, что, значит, может быть, имеет смысл показать мужчине, что вам нужно, да, вот, показать мужчине, чего вы хотите, это было бы очень правильным поступком здесь, именно в данном контексте, потому что, может быть, он даже не понимает, чего вы хотите, ибо мужчины, они часто довольно, буквально воспринимают то, что, ну, то, что происходит с ними. вот, дальше, значит, я чувствую, что он испытывает ко мне чувства, ну, понимаете, то, что у вас развита интуиция, это здорово, но нужно, чтобы у этого были подтверждения все-таки какие-то. То есть, если у человека есть чувства к вам, то чтобы они были подтверждены, то есть, чтобы он вот видел, чтобы вы видели, точнее, что у него они есть, чтобы это не было так вот, что вы чувствуете, понимаете, потому что, как правильно вам сказал мой коллега, вы можете чувствовать то же, что хотите, а не то, что есть на самом деле, и такой самообман по итогу не приведет ни к чему хорошему. Дальше. Ему со мной хорошо. Вот это больше похоже на правду, что ему с вами хорошо, это больше похоже на правду. Но это не означает, что у него есть чувства к вам. Это во-первых. И во-вторых, то, что ему с вами хорошо, не означает, что он не обязательно означает, что он рассматривает вас, как партнера для создания семьи в будущем. в будущем. видите вы, я уезжаю в соседний город навсегда. Зачем вы уезжаете в соседний город навсегда? Почему вы уезжаете в соседний город навсегда? Почему навсегда вы уезжаете в город в соседнюю. То есть, именно навсегда. Почему? То есть, откуда такая вот драматичность, что вот я уезжаю навсегда в город. То есть, ну... Странно, что вы уезжаете в город навсегда, а в другой. Если у вас есть молодой человек, с которым вам хорошо, вы можете жить с ним, вы можете поднять эту тему, что вы хотели бы жить с ним. И так далее. Вы-то сами чего хотите. Понимаете? Далее. Вы пишете о том, что недалеко ехать, да, значит, на поезде ехать часов 12. недалеко. я не знаю, насколько это далеко или недалеко. Для каждого, видимо, есть свои критерии того, далеко ли это или нет. Вот. Мне только кажется, не стоит решать такой вопрос за других людей. Вот. Вы пишите, что сказали ему, что вы решаете, но он как будто бы не осознал. он как будто бы не осознал и отпрашивал несколько раз. Хотел бы он, чтобы я уехал, он отвечал просто одним словом не нет. Ну, во-первых, нужно понимать, что мужчина привязан к тому, какие у вас отношения, да, и вполне он может исходить из того, что вы находитесь в таких довольно свободных отношениях. То есть, что вы просто встречаетесь, что вы друг к другу ничего не обещаете и, соответственно, вот вы уезжаете, да, его как бы оставив. То есть, здесь не очень понятно, зачем вы спрашивали мужчину о том, а хотели бы вы, чтобы, хотел бы он, чтобы вы уехали. Для чего? если очевидно, что ему с нами хорошо и очевидно, что у него есть там чувства, как он мог, как он может хотеть, чтобы вы уехали. Вопрос в том, чего хотите вы. Далее. наш дедон ответил просто одним словом нет, то есть, не пояснил и не разворачивал свой ответ, а должен был? Вы считаете, что он должен был пояснить или развернуть свой ответ? Зачем? Для мужчины в принципе этого вполне достаточно. И для вас этого в принципе тоже вполне достаточно, что он не хочет, чтобы вы уезжали. И здесь у меня складывается такое ощущение, что вы не очень уверены в себе. Вы не уверены в нем, но не уверены с ним это проекция неуверенности в себе. Вопрос только в том в чем именно. Есть некая жертвенность такая у вас в поведении и драматичность. Вот я уезжаю в соседний город навсегда, то есть, как вы можете уезжать в соседний город, если вы не хотите уезжать, то вы не уезжаете, если вы уезжаете, то вы зачем-то уезжаете, и вам нужно быть готовой к тому, что мужчина не захочет оставить свой город и свое место. Далеко не каждый человек готов уезжать из своего города в другой, незнакомый город. Ну вот. При этом, как будто эмоционально психанул, может, это неискренно было. Простите, а вот как у вас связано неискренность и эмоциональность? Вот просто старайтесь для себя этот вопрос разрешить. если вы говорите, что человек эмоционально отвечал, как будто психанулся, разве это уже неискренно с его стороны? Дальше. Он думает, что я отдохну и вернусь обратно. сам как-то обмолвился об этом. А вы ему-то сказали, что вы уезжаете навсегда или нет? Что это за игра у вас такая в непонятку? Вы чего отбивайтесь вообще? Я бы хотел узнать, когда я уеду, поймет ли он, что любит меня и приедет ко мне? Это такое впечатление, что вы несколько идеализируете человеческие отношения, любовные отношения, потому что если вы уедете, то человек поймет, что вы его бросили. Вы его бросили, оставили. И если мужчина гордый, если у него есть гордость, какая это гордость, если у него есть страх, то он к вам не приедет. Наоборот, он посчитает, что вы не смотря на то, что он к вам испытывал чувства, просто взяли и уехали. Но если вы уехали, то при этом непонятны ваши мотивы, для чего вы уезжаете, почему вы уезжаете, если вы уехали, то мужчина и думает, что он вам не нужен. Вы же ему не сказали, что он вам нужен, вы же ему не сказали, что вы хотите с ним быть. А если вы не сказали, мужчина этого не понимает. Потому мужчина это существо, которое мыслит рационально и логично. Вот. Или он не приедет, это мне забыть его навсегда. Опять это у вас навсегда. Вот. вы знаете, ваша склонность к драматизации вызывает у меня такое ощущение, что вы явно испытываете недостаток собственной значимости, либо вы сами очень эмоциональный тревожный человек. Вообще. либо либо вы очень сильно неуверенны в себе и пытаетесь через неуверенность в себе доказать себе, что вы недостойны любви, что вы недостойны отношений. понимаете, то, что вы пишете, то, что вы уезжаете, да, это выглядит как побег. вы просто бежите от отношений с человеком. Просто убегаете от него. Зачем? Почему? Ну, я полагаю, что вы боитесь близких отношений, возможно. Возможно, вы боитесь эмоциональной близости. Вот. Сложно сказать, сложно сказать, из-за чего вы убегаете, почему вы убегаете, от кого вы убегаете. Сложно. Я думаю, что дело здесь в эмоциональной близости. Вы ее боитесь. проблему ли это мужчины? Нет. Проблема ли это вашего женского поведения? Да, это проблема вашего женского поведения. то есть вы изначально заняли какую-то позицию как женщина и заняв эту позицию как женщина, вы видимо не не реализовали ее до конца. потому что мужчина не понял каким он должен быть с вами мужчиной. И тогда получается, что каждый из вас играет. Вы играете в такую независимую женщину, хотя в действительности хотите быть зависимой женщиной. вы провоцируете так это выглядит мужчину на какие-то поступки, но это может привести только к тому, что ну, что человек не сможет относиться к вам адекватно. Понимаете? Это приведет к тому, что человек будет воспринимать вас как дух, который его бросил. поэтому я думаю, что имеет смысл быть более честным, более честным по отношению к нему, определить, почему вы боитесь с этой честностью, вот, то есть, что заставляет вас бояться честности, если вы ее боитесь. И вот, прежде чем понимать какие-то решения, разобраться с этим, потому, что вот эти вот, вот эти вот, значит, вот эти вот ваши навсегда, да, это свидетельство неуверенности в себе, свидетельство обременности во внимании. И это желание, его нужно удовлетворить самостоятельно, вам нужно быть в гармонии с собой, прежде чем в отношении вступать. Не пытайтесь что-то через людей доказывать в себе, и не заставляйте других людей доказывать что-либо вам. Вот это вот навсегда, навсегда, это именно то, о чем я говорю, что обременности во внимании. что мешает вам напрямую выразить это. Требуется выяснять. на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.